Тема слайд лекции The Main Part of the Presentation. Основная часть презентации. Тема является частью раздела Making an Effective Presentation, направленная на развитие компетенции академической речи. Рассмотрим план темы. The Structure of the Main Body – структура основной части, Secrets of Presentation Success – секреты успеха в презентации, Listing Technique – технология или методика перечисления, Linking Different Parts – соединение различных частей, и Sequencing Language – язык, направленный на выражение согласования и последовательности изложения. Перейдем к первому пункту. Structure of the Main Body. В рамках всей презентации, Main Body – это центральная, главная часть выступления, которая следует сразу за introduction, за введением. Традиционно главная часть презентации состоит из трех частей. First part, second part and third part. Можно добавить в презентацию, в основную часть презентации, другие части, но все-таки есть совет, есть рекомендация ограничиваться тремя частями. Если в каждой части есть необходимость структурировать, детализировать информацию для большей ясности, то каждая из частей может быть разделена на подпункты A, B, C, D. Но следует также помнить, что подпунктов лучше тоже не делать больше, чем три. Перейдем ко второму пункту. Secrets of Presentation Success. По английском языке есть выражение. You are lost if you lose your audience. Ты пропал, если ты потерял внимание своих слушателей. Чтобы этого не происходило, следует помнить о таких секретах успеха презентации, как Clear Objectives – ясные цели, Clear Plan – четкий план, Quality of Information – качество информации, and Clear Signals – ясные сигналы или знаки. Перейдем к рассмотрению Clear Objectives. Что под этим подразумевается? Говоря о четких целях, мы должны четко представлять, кто наши слушатели. Поэтому совет Find out about the audience является важным. Узнайте, кто ваши слушатели. И второй совет Understand clearly what the audience needs to know. Четко представляйте, что необходимо знать вашим слушателям. Перейдем к следующему секрету Clear Plan. Что под этим подразумевается? First, plan what you are going to say. Спланируйте, что вы собираетесь говорить. And then, say what you've planned clearly and concisely. А затем говорите то, что запланировали четко и кратко. Перейдем к следующему секрету Quality of Information. Речь здесь идет о следующем. People won't remember more than three things in a five-minute talk. Обычно люди не запоминают более трех фактов на протяжении пятиминутной беседы. Это надо помнить. And seven minutes is the maximum length of any presentation. Семь минут – это максимальная продолжительность любой презентации. Здесь надо исходить из того, что мы имеем в виду обычную стандартную презентацию, которую, возможно, вам придется сделать на вашем рабочем месте или в процессе учебы. Если речь идет о презентации нового продукта, новой технологии, то выступление, презентация может длиться и несколько часов. И нам известны факты, что презентации могут длиться и несколько суток. Это является исключением. Clear signals – четкие ориентиры подразумевают следующее. То есть, существуют следующие сигналы и ориентиры. One type of signals is introducing lists. Одним из типов сигналов и ориентиров является представление перечисления, списка информации. Another type is giving links between the parts. Другой тип сигнала – это дать соединение или связь между частями. One more type of signaling is sequencing information. Еще один тип сигнала – это согласование информации или последовательность изложения информации. Рассмотрим в деталях каждую из видов сигналов. Listing technique – технология перечисления. Сначала посмотрим, каковы же причины использования списков или перечислений. The first reason is to signal what the speaker is going to talk about. Сориентировать о том, что собирается говорить выступающий. To guide the audience – направлять аудиторию. И еще одна причина – it's easy to follow the speaker. Используя технологию listing, легче следить за ходом мысли говорящего. Примерами listing technique могут послужить следующие. There are three things to consider. First, then, next. Перевести это можно, как есть три факта, которые необходимо рассмотреть. Во-первых, затем далее. Еще один пример. There are two kinds of – the first is, the second is. Существует два вида – первое, второе. Ниже представлен еще один пример, который вы можете разобрать и прочитать самостоятельно. Здесь я хотела упомянуть, что при использовании технологии listing она является также двойной. Generalizing and detailing – это суть этой технологии. Сначала мы обобщающую фразу представляем, затем детализирующую или уточняющую. Если посмотреть на первый пример, то фразой generalizing является первой. There are three things to consider. И следующие фразы являются фразами или клише для detailing, для уточнения. First, then, next. Следующая методика применяется для соединения частей презентации. Linking different parts. Таким образом, linking применяется для соединения частей introduction, main body and ending. Linking between the introduction, main body and ending. Кроме того, технология linking применяется для соединения мыслей или частей или подпунктов в рамках основной части. Linking within the main body. И опять мы говорим о двойственности этой технологии. Рассмотрим на примере. Двойственность технологии подразумевает, что мы, применяя методику Linking, должны закончить предыдущую часть, предыдущую мысль определенной клишированной фразой. Например, that completes the introduction. На этом введение заканчивается. И перейти к следующей части с помощью другого стандартного клише. Beginning in your part. Например, с помощью клише let's move to the first part of the talk, which is about. Перейдем к первой части беседы, которая заключается в следующем. Или в которой мы расскажем о следующем. Рассмотрим еще один пример, как можно воспользоваться двойной технологией Linking. That concludes the main part of my talk. На этом завершается основная часть моего выступления. So now we come to. Теперь мы переходим. Оставшиеся два клише вы можете прочитать сами. Переходя к методике Sequencing или рассматривая стандартные клишированные выражения языка Sequencing, то есть последовательности изложения, мы можем рассмотреть следующие примеры. Итак, the language, the sequencing language is used to provide logical representation. Logical representation является ключевой мыслью при использовании Sequencing. Рассмотрим первый пример. There are two steps involved. Включены два шага. The first step is, the second step is. Или посмотрим на клише справа. There are five different stages to the process. First, then, next, after that. Last. Таким образом, мы видим, что применены клише, помогающие передать логику или последовательность, логическую последовательность событий, фактов, процессов, проектов, идей и так далее. Таким образом, подводя итог, следует отметить. It's better to limit the major points to three. Лучше ограничиться тремя основными пунктами. Listing, linking and sequencing words are crucial in your presentation. Вашей презентации решающими, важными являются слова, относящиеся к технологии перечисления, соединения, исследования событий. Таким образом, мы можем сделать вывод. We have studied the technologies, sorry, the techniques that help the audience identify transitions and the speaker's information be accurate and understandable. Мы изучили методики, которые помогают слушателям определить переходы, transitions, переходы, а также делают информацию говорящего более точной и понимаемой. Спасибо. 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 Спасибо.